Что по голосу можно найти человека в сети, в интернете, записать кусочек его голоса, запустить поиск, и вас легко найдут, независимо от того, какой бы телефон вы ни меняли. Ну так вот, я просто сейчас самое главное говорю, а потом мы будем немножко поподробнее, чтобы вы представляли канву, по которой я хочу говорить. Вот что происходит? Когда мы представляем образ или событие через слово, эмоции, чувства, мы запускаем акт валения или желания. То есть мы создаем мыслеформу, как я сказал, которая обладает своей уникальностью, чистотой энергии. Значит, эта мыслеформа начинает притягивать или вступать во взаимодействие с другими уже существующими мыслеформами, со сходными параметрами, чистотой. Здесь речь идет о резонансе, о совпадении. Вот что такое резонанс? Я постараюсь сказать более просто. В словаре Ожегова резонанс означает отклик. По-простому, если я возьму, например, гитару, поставлю, да, там, и рядом поставлю и другие гитары, и на гитаре там струну какую-нибудь, там, пятую струну, эту нота ля, там, ее запущу, то гитары, которые стоят, если они настроены правильно, они тоже начнут эту частоту воспринимать. И тоже эта нота ля у них зазвучит, и даже стальни немножко зазвучат, да. Вот это и есть отклик, резонанс. То есть мы возбуждаем, как бы, другое, то, что настроено точно так же. И поэтому, если мы какую-то воспроизвели мыслеформу мыслей, то она непроизвольно вступает в этот резонанс, ищет отклик, похожие, похожие мыслеформы, где бы ни были они. Независимо от расстояния, независимо, то есть расстояние здесь роли никакой не играет. И происходит, как бы, их возбуждение, да, вы даете некую энергию, и даете, вступая в резонанс, энергия, эта мыслеформа резко поднимается, увеличивается сила в этой энергию. Эта энергия, эта энергия, и как раз и изменяет причинный ряд событий, и производит материализацию, уплотнение мыслеформы в конкретные события в нашем мире. Вот это самое, как бы, такое простое, как я могу... То есть, вы подумали, какое-то событие, у вас начинают неожиданно притягиваться случайные встречи, какие-то там знаки, я не знаю что, но все начинает вам подсказывать и помогать, вот, возбуждать эти неожиданные события. Причем, вы не сможете их связать никогда, логически. Вы не понимаете, почему вдруг кто-то позвонил, вдруг что-то произошло, вдруг там задержка в чем-то, которое привело, значит, к цели вашей. И вот эти вот события, они начинают звенеть, жужжать, вот, вы их чувствуете и собираете, и понимая это, по ним идете, по этим узловым точкам, вы приходите более-менее к какой-то цели. Причем, я хочу обратить внимание, точность здесь не нужна, вот, если я показываю, там, карты, кубики и стараюсь, чтобы это было максимально точно, да, это не всегда получается, и у вас она вряд ли получится, и у меня тоже часто не получится. Но, значит, в реальной жизни это не нужно. В реальной жизни нужен тренд, то есть, понимание, что идет изменение именно в эту сторону. Вам не важно, произойдет это событие сегодня или через два месяца, например, да, это обычно... Человек задумывается о глобальных вещах. Я ролики записываю, чтобы показать моментально, как делаются, но это не цель у меня. У меня есть много вещей, мы о них поговорим, которые я записал, но не показывая никому, или вещи, которые записать невозможно просто. Вот, мы об этом поговорим, у меня есть, там, скажем так, три сюрприза, которые вас потрясут. Мы их растянем на несколько дней, вот, обещаю. Никто больше этого никогда не увидит и не услышит. Ну вот, и таким путем, значит, ваша мыслеформа начинает реализовываться. Но что же дает энергию этой мыслеформе? Это не та энергия, которая у нас в физическом мире. Значит, да, вот, сила действия равна силе противодействия, первый закон Ньютона. И так далее, и так далее. Нет, значит, это люди называют эти энергией веры, надежды, любовь попроще, чтобы, да? Вот, она возникает из ниоткуда. Очень хорошо об этом сказал Шопенгау в своей работе о свободе воли. Я об этом поговорю, мы к этому перейдем попозже чуть-чуть. Так вот, вера, надежда и любовь, они дают огромную энергию для достижения цели. Теперь прозвучало у меня слово «цель». Мы сейчас вот основные вот эти термины потом будем повторять по-разному, и вы совершенно по-другому потом будете воспринимать и оперировать. Значит, ну вот, если взять определение цели, обычное в интернете, чтобы было понятно, значит, это осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижении которого направлены действия человека. Так вот, для реализации желаемой цели необходимы две вещи. Первая – это энергия. Мы говорим сейчас о ментальных вещах, о психической энергии, или, как я назвал, там, вера, надежда, любовь. И знания. Да, знания. И тогда, соединив эти две вещи, или информация мы еще называем, к информации мы тоже перейдем, объединив вот эти две вещи, мы, в общем-то, достигнем максимального эффекта. Теперь, почему нужны знания? Если взять достаточно, скажем так, малообразованных в нашем понимании людей, шаманы, какие-то древние, какие-то там колдуны там в Австралии, вот, ну да, они там могут влиять на погоду, кого-то заколдовать, что-то сделать, но почему же они тогда не стали править миром, почему они не стали доминировать их нацией, скажем так, да? А всего лишь навсего, они все-таки мало знают, все-таки знать надо, надо понимать, как устроен мир, надо понимать, как устроено общество, да? И вот эти знания, соединенные с энергией веры, они дают, конечно, резкий скачок вперед, ну, достаточно большое преимущество в каких-то случаях. По поводу цели. Сама по себе цель, она, наличие цели дает колоссальную энергию тоже. Есть такая малоизвестная работа физиолога Ивана Павлова, она называется «Рефлекс цели». Это даже не работа, а его выступление, по-моему, в 1916-м, то ли 18-м году, там, на каком-то симпозиуме выступал. Вот, он сказал, что человек обладает рефлексом цели. И он там говорит, что неважно, какая у вас цель. Есть цель совершать эволюцию, идти вперед, таки благородно. Есть цели неблагородные, скажем так, плохие. Есть цель, там, собирать марки или, там, подниматься в горы. Это неважно на самом деле. И выясняет, что цель вторична, первично само намерение этой цели. Почему? Потому что, если нет цели, то нет энергии. Нет энергии, начинается депрессия. Причина всех самоубийств и депрессии – это отсутствие цели. Вот тут даже я записал кусочек из Павлова, что трагедия самоубийцы в том и заключается, что у него происходит чаще всего мимолетное и только гораздо реже продолжительное задерживание, торможение, как мы физиологи выражаемся, рефлекс цели. И дальше Павлов пишет, какое же главное условие достижения цели – существование препятствий. Если вам дать все, как люди хотят, у меня будет все, большинство людей начнет деградировать, к сожалению. Я сталкивался с людьми, особенно золотая молодежь, когда родители – обеспеченные люди, их там опекают до 40 лет, дают им все. Почему-то вот редко у кого что-то получается хорошее, все-таки люди портятся, потому что они не упираются в этой жизни. Я тут буду приводить иногда цитаты, я буду называть их контакты, мы к ним тоже перейдем. Они колоссальные, там есть такие фразы. Я сначала буду их немножко цитировать, а потом более подробно, очевидно, в третий день вам об этом расскажу. По поводу самоубийц. Там был такой вопрос, спрашивали, что, например, человек взял нож и зарезался. Ему отвечают на этот вопрос. Это просто снял одежду и ушел. Извините, вас поймают в прямом смысле и оденут те же одежды или грубее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok